Амстердам велосипедный город Сейчас мы отправляемся на экскурсию по городу на велосипедах Сейчас мы пришли в велопрокат, взять велосипед и почувствовать себя такими же жителями Амстердама Давай, что мне такое? Вот такой экологический велосипед нам дали на прокат, зеленый Мы находимся на самой большой велопарковке в Амстердаме Мы находимся на велосипеде, когда мы были маленькими Несмотря на большое количество велопарковок, любая городская ограда в Амстердаме облеплена велосипедами Музыка Музыка И людям, если съездить в южную часть города, там где небоскребы и все финансисты работают Можно увидеть финансистов в дорогих костюмах, которые ездят на старых-старых велосипедах Это считается абсолютно нормально Вот у меня есть такая вот транспортная карточка Я могу использовать по всей Голландии Ездить на любом городе в метро, на поезде Также я могу с помощью ее снимать государственные велосипеды Государственный плакат велосипедов Установим на каждом вокзале в любом городе Голландии Вот такие велосипеды там берутся на плакат ОВФИЦ ОВ это собственно и есть компания Значит я прихожу туда, даю им карточку Они мне выдают вот такой вот ключик с номерком Беру велосипед и еду Стоит это делать 3 евро в сутки То есть идея в том, что даже если ты живешь, скажем, в Амстердаме Ты приехал на пару дней в Роттердам Ты прямо с корабля, то есть поезда Пришел на велопрокат Взял велосипед и спокойно дальше день ездишь Платишь 3 евро в день, копейки Вот После трех дней прокат немножко увеличится То есть это именно чтобы там на выходные, на несколько дней Приехать поездить в любую точку города Если там по делу какому-нибудь приехать Так что вот я сейчас его использую Потому что у меня старый велосипед в конец сломался На новые я еще денег не собрал Поэтому если мне надо куда-то поехать Я доезжаю до ближайшего вокзала Беру велосипед и весь день на нем езжу Я никогда не забуду, когда на площади дам первый светофор, когда горит зеленый свет велосипедов и вот эта вот единая маска, которая тренькает, звенит Дребежит и издает разные звуки и начинает ехать И тогда ты понимаешь, что здесь действительно велосипед это один из главных участников дорожного движения Следующее это что меня поразило это инфраструктура велосипедная вне страны В один из дней я увидел вообще вантовый велосипедный мост со светодиодной подсветкой Который был за кольцевой дорогой и вел к одному из маршрутов внутри страны Меня поразило это развитие велосипедной инфраструктуры за пределами города Позднее я узнал, что есть даже целые маршруты по стране, например, как из Амстердама доехать в Грюнинген Они могут занимать примерно 100 или 200 километров Есть даже некоторые сайты, которые предлагают на выбор, допустим, 200-километровый маршрут по Нидерландам по красивым местам Это все очень замечательно и можно спокойно знать, что ты можешь из одного города поехать в другой и именно только на велосипеде Всем привет! Это Саша Некрасова, она уже сто лет живет в Амстердаме Моя одноклассница Недавно мы вновь встретились через программу «Жди меня» Нашли друг друга И оказывается, Саша знает много интересных вещей про то, как устроен Амстердам, как здесь работает общественный транспорт, как здесь живут велосипедисты и все остальные люди Сейчас мы про это поговорим Владение автомобилем в Амстердаме очень дорогое. Что насчет владения велосипедом? Велосипед можно купить очень дешево, особенно если он поддержанный От 50 евро стоит отличный велосипед, на котором можно кататься с красивой корзинкой, украшенной искусственными цветами Я знаю, что по статистике на каждом амстердамце примерно по 2-3 велосипеда приходится Да то что? Да А что они с ними делают? Под костюм, под настроение? Нет, нет, очень часто, например, есть люди, которые работают в разных концах города И, например, они доезжают до трамвая на остановке на велосипеде, потом едут на трамвай, после этого берут другой велосипед в другом конце города, едут до своего офиса и потом обратят Что значит трамвая? На трамвае с велосипедом можно ехать? Да, во всех трамваях есть площадка для двух велосипедов и для двух детских колясок Но если они заняты, то ты не можешь третий велосипед поставить? Нет, тебе нужно подождать следующий трамвай А, понятно, тогда ясно И то же самое для поездов И когда можно в интернете посмотреть, в каких поездах есть специальный вагон для велосипедов И в них, по-моему, помещается 4 велосипеда легко Понятно, а что насчет, когда идешь по улицам, все улицы заставлены кучей велосипедов И на мой неопытный взгляд, по-моему, процентов 70 этих велосипедов, они ржавые, брошенные, уже довольно давно никто ими не пользуется Это брошенные велосипеды или просто они в таком плохом состоянии? В балансе народ очень непритязательный, поэтому они катаются на таких очень старых ржавых драмдулетах И совершенно по этому поводу не переживают Но есть велосипеды, которые просто бросают, забывают, уезжают в отпуск и теряют, потом не могут найти на парковках И есть специальная служба, которая приезжает примерно раз в 3 месяца И смотрится те велосипеды, которые, например, не прикреплены специальным замком или цепью Или которые, видно, очень ржавые, у которых спущено бы колеса, их просто забирают Сначала вешается табличка предупреждения примерно на месяц И если через месяц они приходят снова и табличка до сих пор висит, они этот велосипед забирают Надеюсь, Артем нас не обманул Если Артем нас не обманул Где ты читал? В Логике Понятно Окей Я не видела, честно говоря, предупреждения А что насчет воровства велосипедов? Потому что, судя по тому, что на прокатном велосипеде у нас такой амбарный замок, тяжеленная цепь И еще сзади защелка на колесо Я думаю, проблема с воровством у нас стоит довольно остро здесь Проблема стоит довольно остро У меня в Амстердаме украли 3 велосипеда Потому что я, когда приехала первый раз в Амстердам, купила велосипед, купила один замок И мне все голландские друзья сказали, Саша, ты что, ты должна купить как минимум 3 замка Я сказала, нет, я не буду, замок стоит 30 евро, у меня велосипед стоит 100, я не буду покупать 3 замка Ну и потом у меня украли один на центральной станции, потом еще один украли с парковки рядом с домом Потом еще один украли, пока я была в ресторане, очень быстро Поэтому сейчас у меня 3 замка на велосипеде, и это помогает Понятно Я так понимаю, что практически все катаются на велосипедах Особенно те, кто живет в центре, амстердамца без велосипеда представить себе нельзя А что насчет погоды? У нас в России все переживают, что на велосипеде можно кататься только 2 месяца в году, когда плюс 20 Потому что в дождь, в плохую погоду, а если еще, не дай бог, идет легкий снежок То велосипедом уже пользоваться нельзя Поэтому основная критика к развитию велоинструктуры в России То, что ей нельзя будет пользоваться, потому что у нас полгода зима, и зачем тогда делать велодорожки В какую погоду используют велосипеды здесь? Голландия не страна, которая не известна своей плохой погодой И Голландии ездят на велосипедах 365 дней в году В снег, в дождь, в град, когда очень жарко И меня всегда поражает, они всегда едут, если дождь нет, они едут с зонтиком на велосипеде Потом разговаривают по телефону, некоторые из них еще курят сигареты И совершенно спокойно они так передвигаются в деловых костюмах Девушки на кабулках, в платьях по городу И в снег едут? В снег они тоже едут, да Сколько же? В Голландии не очень много снега То есть в эту зиму первый раз за несколько лет выпал серьезный снег Очистили, иногда даже не очищали дорогу для автомобилей, а очистили только дорожки для велосипедов Все ездили на дорожки для велосипедов То есть даже отрицательная температура не помеха для велосипедистов? Абсолютно нет Здорово Продолжаем Единственное, что может быть ветер Я тебе потом покажу видео, как я еду на велосипеде И такой ветер, что ты крутишь педали и велосипед стоит на месте Потом я падаю Эксклюзив Какой кошмар По поводу правил Кто-то, по-моему, ты рассказывала, что велосипеды штрафуют, если они не соблюдают правила Если проехать на кирпич, не ехать вне велодорожки и так далее Это правда? По идее, велосипедисты должны штрафовать Но Пока за все время мое пребывания в Голландии, я еще ни разу не видела, чтобы велосипедистов штрафовали То есть можно спокойно правила нарушать? Ну, никто не нарушает, потому что это себе дороже Слушай, а я еще видел, какие здесь появились такие маленькие машинки Которые, вроде как, или для инвалидов Вот такие для двух человек, такие очень маленькие Но они заезжают на тротуары, паркуются с велосипедами Закрытые или они впереди? Да, закрытые Да, это машинки, которые Это на самом деле мотороллеры И для того, чтобы их водить, не нужны права Они разгоняются максимально до скорости 25 км в час И им не разрешено ездить на проезжей части Поэтому они ездят по велосипеду Я думаю, что это очень опасно Я думаю, что это очень опасно То есть он приносится к мотороллерам? Это на самом деле мотороллер, на который прикреплен такой железный каркас Так, чтобы два человека уместились Как интересно Но самое главное, что не нужны права, чтобы водить такой драндулет Но номер там есть Ну да, как мотороллер, любой скутер тоже там А велосипеды номера не водят? Нет, но если иногда велосипед припаркуешь в неправильном месте, то его может забрать городская служба, в которую можно позвонить И если на велосипеде выгравят какой-то специальный номер, то они помогут этот велосипед найти, отправят тебя на парковку, где ты можешь этот велосипед забрать, заплатив штраф То есть велосипеды эвакуируют? Велосипеды эвакуируют Они срезают замки Они срезают замки, да Особенно вот у центральной станции, я не знаю, вы снимали или нет, у них есть такая огромная парковка для велосипедов Ее, по-моему, каждые три месяца ее чистят То есть они смотрят, какие велосипеды достаточно старые, они долго там стоят, и они их эвакуируют Какое-то время этот велосипед стоит на парковке, оттуда владелец может этот велосипед забрать, если они смогут как-то идентифицировать этот велосипед Поэтому, когда мне первый раз украли велосипед, я пришла в полицию, мне сказали, если бы у вас был номер какой-то на велосипеде, то мы могли бы его зарегистрировать и, может быть, могли бы его вам вернуть А почему, возвращаясь к велосипеду, как во многих европейских городах, нет городского проката от велосипедов, как есть в Париже, Берлине и других городах? Понимаешь, да, чем вы говорите? Да, 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 в Велибе, в Париже и так далее Они хотели ввести такую систему в Амстердаме, но дело в том, что столько велосипедов в Амстердаме, у каждого жителя есть свой велосипед, что никто не хотел этим услугой пользоваться А туристам очень легко и очень дешево просто арендовать велосипед на деньги 15 евро в сутки, это не очень дешево Да, но вы потому что арендовали в самом туристическом месте, на центральной станции, в Макбайках, наверное Вот, если бы вы зашли за угол, то там желтые велосипеды, которые за 6 евро в день Самый дешевый велосипед для туриста, как найти? Смотря на сколько вы приезжаете, если вы приезжаете на неделю, то просто покупайте велосипед какой-нибудь такой старый с симпатичной корзинкой Где? Где покупать? Легко сказать, я приехал, на центральный вокзал выхожу с чемоданом Да, на центральном вокзале внизу нужно спуститься вниз, там есть ремонт велосипедов, и там же можно велосипед купить за 70-100 евро Окей, если я приехал на несколько дней, где самый дешевый выгодный прокат для туриста? Мне кажется, что это Yellow Bike, и он находится на улице Дамра Сейчас реклама такая Yellow Bike, генеральный спонсор BMW А велосипеды есть в BMW? Конечно, в BMW есть велосипеды Но по-моему, они за 6 евро в день Да, они стоят немножко дороже, поэтому у кого не хватает велосипедов от BMW, берите Yellow Bike Yellow Bike за 6 евро в день Спасибо, что и рассказала Пожалуйста Спасибо Пока-пока